В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района, студия Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Глава Ленинского района Валерий Венцель вручил ключи от квартиры юной видновчанки Екатерине Гольчуковой. От всей души поздравляем, желаем, чтобы все намеченные планы обязательно осуществились. Сборная России по мотоболу одержала первую победу на чемпионате Европы в Германии. Первый период мы начали игру достаточно неплохо, повели с счетом 2-0. Очередная встреча с жителями Ленинского района состоялась в общественной приемной депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова. Да, ожидала, что будет помощь, очень рада, что прошла, надеюсь, все получится. Совсем скоро справит новоселье юная видновчанка Екатерина Гольчукова, получившая ключи от своей первой собственной квартиры из рук главы муниципалитета Валерия Венцеля. Катя уже третий ребенок, оставшийся без попечения родителей, которому администрация района вручает ключи от дома в этом году. Подробности в нашем сюжете. В рамках губернаторской программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, еще одна юная жительница Ленинского района получила свою собственную квартиру. Ключи от нее, а также мультиварку 18-летней студентки педагогического колледжа Екатерине Гольчуковой вручил лично глава муниципалитета Валерий Венцель. От всей души поздравляем, желаем, чтобы все намеченные планы обязательно осуществились. Мы ждем здесь в муниципалитете образованного педагога, который придет и будет обучать наших детишек начальных классов. Именно в этом новом 14-этажном доме в микрорайоне Купеленко располагается квартира-студия общей площадью 31 квадратный метр, полноправной хозяйкой которой вот-вот станет Екатерина. На осмотр жилья она приехала вместе со своим опекуном, бабушкой Валентиной Алексеевной. Ремонт здесь уже сделан, стоят качественные двери, просторная лоджия застеклена, осталось завести мебель и технику. Пока здесь есть только плита, раковина и сантехника в ванной, но совсем скоро новая хозяйка этой квартиры Екатерины займется ее благоустройством, ведь это ее первая собственная квартира. Екатерина признается, давно мечтала о собственном жилье. И вот мечта осуществилась. Сейчас предстоит самое интересное – его обустраивать. Планов много. Уже есть такие-то задумки, что приобретете, что где поставите, какие-то идеи есть? Ну, не знаю, в первую очередь диван. Я люблю читать, рисовать, то есть хотелось бы такой угол какой-нибудь себе. Для чтения? Для творчества, да. Бабушка Валентина Алексеевна тоже довольна. Как опытная хозяйка, она уже сейчас мысленно расставляет мебель в квартире внучки. Валентина Алексеевна 8 лет является опекуном для Кати и ее старшей сестрой Насти. Говорит Екатерина, ее главная опора и помощница. Очень исполнительно, просто очень исполнительно. Она набегает дома, вот Катя эта, Катя эта, Катя эта. У нее нет потом. Вот сейчас и все сейчас. Вот я ей очень довольна. Уже через пять лет Катя сможет приватизировать эту квартиру и пользоваться по своему усмотрению. Также таким ребятам администрация выплачивает единовременную субсидию на приобретение товаров первой необходимости. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. 16 июня на мотобольном поле немецкого города Мерш состоялось открытие 33-го чемпионата Европы по мотоболу. Рядом с российскими спортсменами и в центре европейских баталий находится наш корреспондент Елена Бабина. От нее мы узнаем подробности первого дня соревнований. Еще до церемонии открытия на немецком мотобольном стадионе прозвучал российский гимн. По правилам турнира сначала зрители должны увидеть игру прошлогодних чемпионов, то есть сборную России. В роли соперника выступила команда вице-чемпионов сборной Франции. В состав сборной России 2019 года 4 игрока из Ипатовского колоса и 6 представителей видновской команды «Металлург». В стартовом составе тренера выпускают вратаря Алексей Семенова. Также на поле капитан сборной Владимир Сосницкий. Один из лучших игроков российского чемпионата Сергей Крошко, левая нога россиян Иван Крештопа и русский француз Роман Дицина. Официальный игрок «Металлург» на уже третий сезон играющий по аренде во французской команде «Сума». В первом периоде россияне забивают два мяча. Отличились Иван Крештопа, а следом за ним Сергей Крошко. Первый период мы начали игру достаточно неплохо, повели со счетом 2-0. Потом у нас произошли небольшие замены. Скажем так, экспериментальные замены с составом начали пробовать. Думали, игра в наших руках, все будет нормально. Но все пошло не по намеченному плану. Во втором периоде многие игроки были не на привычных для них местах. От этого посыпались ошибки. А я сам не знаю, куда мне ехать, защиту или нападение, понимаешь? Это ты на поле. Но если по идее... Ты поехал в защиту. Соперники сравнивают счет. И дабы не рисковать, тренерский состав заканчивается экспериментами. На поле появляется стабильная четверка. Потом мировотребка началась, естественно. Не могли взять себя психологически наступить. Но потом все-таки в четвертом периоде ребята активизировались. Вышел опять состав надежный, ветеранский. По поводу тех голов, которые пропустили. Да, две глупенькие ошибки. И счет 2-0, счет 2-2. Суды почувствовали кровь. Мы понеслись вперед. Я считаю, если бы продолжили играть мы так же. Не знаю, с чем были связаны замены в составе. Счет 2-0. То сложилось бы все легче. Но случилось то, что случилось. Хорошо, что сумели забить третий гол. Немножко успокоиться против себя. И довели матч до победного конца. Третий гол при розыгрыше штрафного удара забил Иван Крештопа. Спаса Владимира Сосницкого. 3-2. Счет больше не менялся. И эта победа стала первой ступенькой к призовому пьедесталу. Елена Бабина, Ольга Садовская, Видное ТВ. Еще одна хорошая новость со спортивных состязаний. Воспитанник бассейна «Дельфин» Евгений Рылов взял золото во второй день третьего этапа турнира «Мары Нострум» в Барселоне. Этот престижный турнир проводится с 2000 года в средиземноморских городах в июне каждого года. Рылов показал результат в 54,10 секунды на дистанции 100 метров на спине. Кроме нашего земляка, золотую медаль завоевала и россиянка Юлия Ефимова. Очередная встреча с жителями Ленинского района состоялась в общественной приемной депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова. Помимо законодателя, в беседе с гражданами принимал участие глава муниципалитета Валерий Венцель. С 2014 года запущена государственная программа Московской области «Жилище». Программа принята для повышения доступности жилья для населения и обеспечения безопасных и комфортных условий проживания в Московской области. И нынешний совместный прием Вячеслава Фетисова и Валерия Венцеля был посвящен вопросам жилищной сферы. Вот так, пожимая руку, принято встречать в этом кабинете граждан. Дмитрий Молчанов живет в видном на улице Софийской в многоквартирном доме барачного типа. Жилье ветхое и уже почти непригодно для нормального существования. Если начинать с 99-го, то получается 20 лет мы никак не можем получить квартиру. Ну и там все пошли где-то в 2004 год и до 2019-го. На самом деле проблемой этой руководством муниципалитета занимается давно. Глава района доложил депутату, что была проведена экспертиза жилья. Ее результаты будут представлены на жилищной комиссии, которая состоится в конце июня. Экспертиза показала, что дом аварийный. Осталось провести комиссию, на которой признается факт того, что в этом доме невозможно проживать и нужно проводить переселение. Поэтому мы после 25-го числа, имея на руках решение комиссии, будем выходить на предложение квартир для переселения. С приема Дмитрий выходил в приподнятом настроении. Не то от того, что его дело сдвинулось с мертвой точки, не то от эмоций, которые переполняли от общения с Вячеславом Фетисовым. Впечатление на ура, потому что первый раз с такой звездой. Ну а результаты сказали, будет быстро. Все сделают. Что я пришел со своей просьбой. В этом году уже решат, наверное. Кристина Безверха лишилась дома, где она проживала с бабушкой, из-за пожара. Сейчас их приютили соседи. Материальную помощь, которая положена по закону, как по горельцам, им выплатили. Но 80 тысяч рублей, конечно, не хватит на постройку дома. С точки зрения закона, помочь Кристине нечем. Но это, если подходить формально. В случае, если у вас будет намерение связать свою не только жизнь, но еще и рады нашему муниципальному здоровью, мы можем посмотреть вопрос, связанный со служебным жильем. В Ленинском районе работникам бюджетных учреждений нередко предоставляется жилье. Кристина – преподаватель. Валерий Венцель предложил ей трудоустройство в одной из организаций района. В этом случае она будет иметь право на получение служебного жилого помещения. Да, ожидала, что будет помощь. Очень рада, что прошла. Надеюсь, все получится. Конечно, не всегда проблемы граждан, касающихся жилищной сферы, удается решить в течение приема. Сам Вячеслав Фетисов признается, что часто сталкивается с ситуациями, когда закон не способен защитить граждан. Русский человек может терпеть все, но я думаю, что нам надо прекращать испытания терпения людей. Да, и что-то делать. Есть предложение собрать всех наших депутатов всех уровней, и попробовать, что мы можем сделать в плане изменений. Совместные приемы граждан главой муниципалитета и депутатам Государственной Думы, как показывает практика, все же позволяют решать большинство вопросов максимально оперативно. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. Уже на протяжении многих лет сотрудники ГИБДД Ленинского района проводят в образовательных учреждениях обучающие уроки. В форме игры они знакомят детей с правилами дорожного движения. Наш корреспондент Анастасия Воронина вместе с воспитанниками детского сада «Колобок» поучаствовала в акции под названием «Маленький пассажир». «Маленький пассажир» – это большая ответственность. Ведь ребенок – самый незащищенный участник дорожного движения. Именно поэтому, прежде всего, его безопасность должны обеспечивать взрослые. Так в детском саду «Колобок» воспитатели вместе с сотрудниками ГИБДД провели обучающий урок. А приняли в нем участие не только дети, но и их родители. Цель, конечно же, мероприятия – это безопасность наших детей, это перевозка детей в специальных детских удерживающих устройствах. Это основная тема данного мероприятия. Воспитанники детского сада «Колобок» на радость инспекторов ГИБДД хорошо подготовились к мероприятию. Благодаря своему инструктору по физической культуре Елене Гусевой на ее занятиях они успели усвоить уже большинство правил дорожного движения. Задача, которую мы ставим, мы рассматриваем, это расширить представление детей и их родителей о правилах дорожного движения, развивать и уметь различать дорожные знаки. Один из самых важных автомобильных регулировщиков движения считается светофор. Именно этому знаку мальчишки и девчонки посвятили свои стихотворения. Красный свет, сигнал твои боги, светофоры в глазах, оставайтесь на местах. А сказочный герой Незнайка подготовил для ребят интересные загадки. Железные звери рычат и гудят, глаза, как у кошек, ночами горят. После небольшой физической разминки и веселых танцев дети вместе со своими родителями приняли участие в необычной спортивной эстафете, в которой они должны были показать, для чего необходимо автокресло. Все последующие спортивные состязания были, конечно, тоже направлены на правила и безопасность дорожного движения. Главное, что с помощью таких веселых и подвижных игр детям удалось пополнить свои знания. А в завершение мероприятия ребятам показали обучающий мультфильм. Детей до 12 лет необходимо перевозить, пристегнуть в университет безопасности и обязательно восприменение в детских удерживающих устройствах. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Виднет-ТВ. В Серьгиево-Посадском районе состоялся третий по счету фестиваль национальных видов спорта «Русский мир». Более 23 тысяч гостей съехались на Благовещенское поле, традиционное место этого мероприятия. Наш мобильный репортер отправился на фестиваль вместе с воспитанниками оборонно-спортивного клуба «Ратник». День был насыщен разнообразными зрелищными моментами. На 20 площадках гости смогли познакомиться с традициями и национальными видами спорта народов России и стран Евразии. Одно из ключевых мест – казачья станица. Посетители смогли увидеть быт развлечения казаков, попробовать свои силы в традиционных казачьих искусствах. Также зрители не оставили без внимания конно-спортивную арену, где играли в киргизскую конную игру «Кок-бару». Это борьба на лошадях за искусственную тушу козла. Зрелищное состязание привлекло многих участников фестиваля. И в рамках фестиваля прошли показательные выступления мастеров боевых искусств, матчевые встречи и турниры по единоборствам. Клуб «Ратник» также представил своих участников, по результатам заняв первое общекомандное место. Поздравляем наших спортсменов! И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 18 июня, облака, которые появятся на небе утром и продержатся почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков температура плюс 25 градусов. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи!